Новости 24 продолжает эфир телеканала ННТ. В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте и коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Дома, которые еще не были введены в эксплуатацию, уже рушатся на глазах. Все потому, что застройщик затянул сроки сдачи объекта на целых пять лет. Возмущенные дольщики обратились за помощью к нам в редакцию. Праздничная линейка в новом учебном году состоится. В каких условиях прозвучит первый школьный звонок? Расскажем сегодня в выпуске. В Махачкале начали сносить самострои. Так, по улице Юсупа Акаева были снесены гаражи, которые ранее были построены без каких-либо разрешительных документов. Незаконно возведенные объекты препятствовали реализации проекта по формированию комфортной городской среды. Мэрия столицы просит владельцев подобных строений демонтировать их, так как они мешают своевременному завершению ремонтных работ по благоустройству дворов. Сегодня мы осуществляем демонтаж уже пятого капитального строения в виде гаража по данному адресу. Кроме того, работа в данном направлении будет продолжена. В связи с этим большая просьба к жителям непосредственно тех домов, чьи дворовые территории попали под данную программу, с собственными силами демонтировать данные строения, так как строения, возведенные на муниципальные территории, именно в этих дворах препятствуют проведению работы и задерживают сроки сдачи данных дворов. Ну а если одни прощаются со своими незаконными владениями, то герои нашего следующего сюжета уже пять лет не могут заселиться в дома, которые приобрели законно. Все потому, что строительная компания «Новый город» не сдает в эксплуатацию жилищный комплекс «Пентагон». Он расположен в Махачкале на улице Камаева. Недовольные дольщики собрались возле своего объекта, затем с возмущением направились в Минстрой и офис строительной компании. Их сопровождал и наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Ему слово. Вот такие шаткие межкомнатные перегородки возвели рабочие под руководством бригадиров строительной компании «Новый город». Они буквально рушатся на глазах. Поврежденные стыки, трещины в каждой комнате. Владелец этой квартиры Мурад Османов боится, что от такого качества работ кирпичи в будущем упадут прямо на головы жильцов. Я просто обращался неоднократно к главному инженеру. Уже на прошлое собрание четвертый раз обратился, он меня просто послал. Просто послал, иди вот прораб сделай. Я даже не знаю уже, ни один мой дом вот такой, ни одна квартира. Вот по кругу все дома вот так идут. Помимо возмущения относительно качества строительных работ, дольщиков, то есть тех, кто вложил свои финансы в эти квартиры, беспокоят из сроки ввода здания в эксплуатацию. Строительство жилищного комплекса «Пентагон» от компании «Новый город» началось еще в далеком 2013 году. Здесь 450 квартир. Белоханом Кудаева – одна из первых, кто купила здесь квартиру. Ей пообещали, что дом будет сдан в 2015 году. Уже 20-й заканчивается. Увы, а дело в том, что если бы наши пайщики еще не платили бы, это другое, здесь почти все оплатили. За этот дом везде есть оплата. Я уже готова свои деньги вернуть, но и вернуть тоже не могу. Потому что невозможно. Не сдают дом, ремонты делать не можем, ничего не можем сделать, вот уже сколько времени. Люди живут на квартирах, смс-ки приходят, быстро оплатите за квартиру, иначе квартира будет продана. Быстро идут, берут кредит деньги, оплачивают за квартиру, теперь за квартиру платят, за кредит платят, за этот дом платят, а дом не сдается. Уже какой год? Но уже нет вообще, уже у всех нервы, нервы на пределе. Люди собираются, говорят, толку никакого. У них по уставу написано одно, а на деле происходит совсем другое. По уставу у них прописано, как должны проходить собрания, протоколы должны быть. У них прописано, как должны расходоваться средства, как они должны информировать дольщиков. Если сроки переносятся, это должно обсуждаться со всеми нами. Все здесь происходит без обсуждения, без уведомления нас. Мы живем, и вдруг получаем письма, дом перенесен срок сдачи на такой-то. Спрашиваешь, на ком основании, почему нет. Год проходит, опять перенос. Год проходит, опять перенос. Ну, я не знаю. Отчаянные дольщики направились в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Здесь им напомнили их законные права и рекомендовали возможные варианты решения проблемы. Сейчас мы связались с представителем ЖСК Нового города. Во вторник мы хотим вместе с инициативной группой этого ЖСК и председателем ЖСК Нового города во вторник организовать встречу в Министерстве строительства. По результатам этой встречи будет принято решение дальнейших действий пайщиков этого ЖСК, которые могут сменить председателя ЖСК своим общим собранием пайщиков. Далее владельцы квартиры собрались в офисе строительной компании «Новый город». Здесь их встретили юристы и помощники учредителя организации. Дольщики запросили у них финансовый отчет с детализацией того, на что были израсходованы деньги, а также списки всех пайщиков для принятия совместно дополнительных мер. Им ответили, что предоставят информацию только через сутки. «Требования пайщиков нам понятны, мы услышали их, требования мы их не исполним, их запросы тоже мы подготовим ответы на них. И хотелось бы сказать, что объективной причиной затяжки строительства нашего является недобросовестные пайщики, которые обязались оплатить и вовремя не оплатили. И из-за этого мы немножко по срокам отстали назад. Если те пайщики свои обязательства исполняют до конца, то, думаем, к февралю следующего года уже люди смогут приступить к ремонту. Никто эти средства в свои карманы не поставил, никуда не уехал, не убежал. Мы свои обязательства исполним». Однако дольщики, по их словам, слышат подобное уже не в первый раз. И поэтому говорят, что уже не верят ни в какие обещания. Гарантии, по их словам, у них нет никаких. Всё, как и прежде. Только предположительно, в том числе и даты завершения строительства, которые практически у каждого в договоре разные. Если квартиры в скором времени им не сдадут, они намерены через суд поменять председателя ЖСК. А в случае необходимости обратиться в прокуратуру республики для заведения уголовного дела, захищения и нецелевое использование денежных средств, которое, по их мнению, может усматриваться в действиях застройщика. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Три новых штамма гриппа активизируются в Дагестане этой осенью. Об этом сообщил главный санитарный врач Дагестана. Павлов заявил, что в эпидсезон будут распространены три новых штамма гриппа. Чтобы избежать осложнений, было предложено сформировать списки лиц, подлежащих вакцинации. Управление Роспотребнадзора предупредило, что для людей, которые не получили прививку от гриппа, его наложение на COVID-19 может вызвать тяжелое протекание болезни. Поэтому, по мнению руководителя надзорного ведомства, необходимо привить от гриппа до 60% населения республики и до 70% людей, входящих в группу риска. 1 сентября пройдет для школьников в традиционной форме, с праздничной линейкой и в привычном формате. Об этом сообщает региональное министерство образования. Но соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора все же понадобятся, отмечают ведомстве. На входе в здание школ должен быть организован замер температуры тела. В помещениях установлены антисептики и устройства для обеззараживания воздуха. Кроме того, занятия будут проводиться в одном классе, без перехода в другие кабинеты. В спортзалах также запрещена организация уроков физкультуры, поэтому они будут проходить на улице. Что касается вопроса ношения масок, ни для учителей, ни для учеников оно не будет обязательным, поясняет Минобри. Дагестанец возглавил Институт Востоковедения Российской Академии Наук. Уроженец села Кукхевского района Олегбер Олегберов победил на выборах директора академического научного учреждения. Абсолютное большинство сотрудников отдали свои голоса за него. Многие годы Олегбер Олегберов возглавлял Центр изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала по Волжье и занимал должность заместителя директора Института Востоковедения РАН. В сфере научных интересов ученого особое место занимает история Кавказской Албании. И к новостям спорта стало известно имя соперника Ислама Махачева на турнире UFC 254. Его оппонентом станет экс-чемпион легкого веса Рафаэль Дос Анис, который провел 42 поединка в ММА, где 29 раз становился победителем и терпел 13 поражений. Ислам Махачев же, в свою очередь, имеет 19 боев в ММА, 18 побед и 1 поражение. Бой состоится 24 октября в Абу-Дабе. Кроме Махачева на турнире выступят еще три дагестанца – Хабиб Умар и Абубакр Нурмагомедовы. Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!